Приветствую всем! Сидеть в квартире, когда такое на дворе не хочется. Поэтому я хочу наладить себе небольшой пикник на природе. Слово «обрус» в современной белорусской мове обозначает ковалок специально вытканой тканины, якой застилают стол. Иначе скажу, что настойник. За место стола у меня, как видите, трава, але это мне не перешкоджает. До речи, у славянских мовах слово «обрус» мое агульное значение. Вот только у болгарской мове оно обозначает рушник. Походят же это слово, я кличусь этимологи, с церковнославянской мовы, оно мое правое дочинение. У церковнославянской мове был таки дзе слово «бруснути», який обозначало «стерці», что сте. Такого ж подобного значения можно знайсти словы, отповедники у сербско-хорватской мове, наприклад, дзе оно «брысати» учить и обозначает оно так само «утерать». Не ведаю, как вы, а я не супрыч паласываться, чем мне будь солодким. Тому и захопил с собой слоек «сочный». Слово «слоек» утворилося от слова «слой», обозначает оно в сучасной беларускай мове шкляную або глиняную посудину, инак ж кажучи «банка». У многих славянских мовах значения этого слова мялорозные отцени – от масляницы до миски цибляшанки. Есть там так само форма «слоец» и «слоек». Форма «слоец» – это больше беларусская форма, а форма «слоек», как лечить эти мологи, украинская и беларуская мовы запозичили с польской мовы. Так, что тут есть еще цикавого в моем кошеку? Ага, клопотливая бабуля поплала мне ягоды витаминки – агрест. Слово «агрест» в беларускай мове обозначает рослину, кустовую рослину, садово-ягодную. Як правило, гэта иномае буйные, зеленые, желтоватые, ци с розными отцениями червоного коляру ягоды. Гэта достатково старожитная слова. В беларускай мове яно фиксуется уже у творог старой беларускай письменности 15-16 годзе. Назва этой рослины пришла до нас видовочно с польской мовы. Але утворилось это слово на початку итальянской мовы. У итальянской мовы нагучается как агресто и обозначает неспелую громко. Раю кераваться моим прикладом, частей выбираться на природу, радовать себя чем-нибудь приемным. Усего доброго, до новых встреч!